МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас! В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Татьяна Карпенко. Сегодня в нашем выпуске. Президент Украины посетил Одесскую область с рабочим визитом. 6 октября в средневековой крепости Акермана встречали учителей истории школ, а на первом причале Днестровского ремана работают водолазы. В Визмуильском погранотряде проходит демобилизация. В столице Придунавия показали виды вечернего города. Об этом не только. Узнайте далее. Не переключайтесь. Средневековая крепость Акермана. 6 октября тут встречали учителей истории школ Белгороднестровского. О чем говорили и какая цель мероприятия, об этом смотрите в нашем следующем сюжете. 6 октября для учителей истории школ Акермана провели тематическую экскурсию и начали путешествие в прошлое со времен античной тиры. Павел Остапенко рассказал, что, к сожалению, на сегодняшний день нет возможности, чтобы проводить исследования на больших площадях. Приходится работать на более доступных участках. Город вполне стандартный по греческим меркам. Построен по так называемой гиподамовой системе, когда улицы пересекались под прямым углом. И, соответственно, оба направления этих улиц так или иначе упирались в воды Лимана. Нужно также отметить, что на данный момент Лиман находится в наивысшей своей точке. И, собственно говоря, мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что большая часть города, то есть портовая и часть нижнего города затоплены сейчас и, к сожалению, недоступны для исследований. Уникальные башни античной тиры, улицы, которые так и не исследовали археологи. Средневековая крепость еще не один год станет объектом повышенного внимания для ученых. В ближайшем будущем здесь еще будут продолжаться работы. Вот это вот плато, которое вы видите перед собой, опять же, к сожалению, это издержки работы прошлых экспедиций. Верхние, где-то около полутора метров, это отвалы экспедиции еще Исаака Бенсоныча Клеймана. Мы планируем со временем все-таки убрать эти верхние напластования и открыть часть цитадели римского времени. То есть здание за башней непосредственно – это здание так называемой векселяции, то есть штаба римского гарнизона. Соответственно, дальше туда, на юге, к сожалению, там все заросло. Мы просто физически не успеваем все чистить каждый год от травы. После чего преподаватели прошлись по новому экскурсионному маршруту. Своими глазами увидели, как работают археологи и посетили недавно открытые башни. Сама наша крепость очень большая, что тоже, наверное, было спорным вопросом. Надо было бы такую большую крепость строить или нет. Даже войны гарнизона, дополненные городским ополчением, не могли полностью оказать защиту крепостным стенам. Но вполне возможно, наша крепость имела общественное значение. То есть благодаря крепостным стенам удавалось спасти части населения города жизнь. Крепость была своеобразным укрытием, своеобразной защитой для городского населения. Помимо экскурсии, уже за чашкой теплого чая озвучили ряд возможностей, которые КП «Фортетя» готова предоставить учебным заведениям. Экскурсионный отдел планирует работать с преподавателями истории. Уже разработали программы. Елена Воронова отметила, что в таком тесном кругу на фоне древней крепости историки встречаются впервые. Безусловно, такое общение полезно как для профессионалов, историков. Затем мы узнаем новое о раскопках нашей крепости, о тех новых находках, которые здесь происходят, о тех версиях. Они, как правило, совершенно разные, кардинально противоположные бывают о истории нашей крепости. Тем более, что пристальное внимание к ней уже не один год. Знаю, что даже за нашу крепость велась не на шутку борьба между нашим городом и Одессой. Это означает, что этот объект исторически очень интересен и, наверное, очень перспективен. И уже на ближайших уроках истории учителя будут сеять в будущее украинского общества его прошлое, которое сохранилось до сего времени. Безусловно, первое, что я буду советовать – приходить, смотреть, изучать тщательно. Более того, летом для наших детей было бы очень полезно поучаствовать в раскопках. Возможно, кто-то влюбится в археологию или, возможно, в историю. В историю влюбиться сложнее, она объемная и сложная. А вот именно в свою крепость и в отрасли исторической науки, так как археология, вполне может быть. И, может быть, это станет смыслом его жизни и профессии. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. Возле Керманской крепости работают не только археологи, историки и строители, но и водолазы. Сегодня на первом причале можно увидеть, как проходят его надводные и подводные обследования. По словам городских чиновников, это необходимо для того, чтобы провести паспортизацию объекта и ввести в правовое поле размещение здесь плавсредств. На эти цели в гурсовете выделили порядка 40 тысяч гривен. Работы проводит общество с ограниченной ответственностью подводные профессионалы. В общей сложности на это потребуется около месяца. За первые три дня уже провели топографию территории причала. Какая дальнейшая его будет судьба? Он останется в коммунальной собственности? Пока на сегодня коммунальной собственности, потому что, как показала практика, аренда данного объекта не принесла доход городу. Арендатор не платил городу ничего и привел в такое состояние, которое сегодня есть уже в данный день. Поэтому пока на сегодня это будет в собственности города, а дальнейшая судьба будет уже решаться потом. Напомним, на одном из недавних заседаний исполкома прозвучала идея о передаче сооружений причала номер один коммунальному предприятию Акерман Туринвест. Но этот проект решения пока не нашел поддержки у членов исполнительного комитета Белгороднестровского горсовета. Помимо этого, о том, как использовать данный объект, думает и руководство КП «Фортете», который видит в этом перспективу развития туристического потенциала и дополнительные возможности по привлечению посетителей одного из самых известных исторических памятников не только Украины, но и мира. Петр Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай. Как передает Униан, об этом президент заявил в ходе сегодняшнего рабочего визита в Одесскую область. Далее цитирую. «Ремонт трассы Одесса-Рени – это только начало большого международного проекта. Мы ведем переговоры с румынской и болгарской сторонами о сооружении моста через реку Дунай. Были соответствующие встречи с президентами этих стран, на которых в частности рассматривался и данный вопрос. Новый мост не только обеспечит транзит украинских товаров, а и способствует мощному развитию инфраструктуры туристического бизнеса», – сказал Порошенко. 6 октября в Белгород-Днестровской РГА во время пресс-конференции начальник районного отдела культуры Инна Цуркан рассказала об итогах завершившегося сезона. А именно читалось о выполнении программы развития туризма. Белгород-Днестровский район займає одне з проведенных мест у разведки туристично-рекреаційного потенциалу Одесской области. Усе це завдяки чисельным курортным населенным пунктам, рассказывает Инна Цуркан. Під час пресс-конференции начальник отдела культуры відзвитивала про выполнение программы развития туризма у 2016 роста. В этом году у нас 9 марта мы провели форум, всеукраинский форум туристический, туроператоров. Мы его проводили в прошлом году, в этом году был уже второй, в Белгород-Днестровском районе. Приезжало 25 известных туроператоров, которые работают по всему миру. И мы показывали нашу, в прошлом году мы показывали Буддацкую косу, в этом году мы показывали курортную, базу Курортная, Приморская и Николаевка. Начальник отдела культури звернула увагу и на те, что усі базы пройшли атестацию. У цьому году до курортів приезжало багато відпочивающих, які залишились задоволені від проведенного часу на узбережжі Чорного моря. Особливу увагу приділили розвитку зеленого туризму. В этом году приезжало шесть туристических групп, это Польша, Германия, принимала село Николаевка, показывала этнографию своего села, полностью историю, как делаем хлеб, потому что там свои пекарни, полностью обрядовое действие, это у нас идет по зеленому туризму в селе Николаевка. Что касается курортных селищ, то их работа направлена загалом на оздоровление. У планах на наступный рік развивать сельский туризм. Хотим сделать Крутояровку, удобный персиковый рай наш, поэтому пока это все в работе, надеемся, что в следующем году мы все-таки сделаем фестиваль персиков в удобном, потому что в этом году у нас не получилось, не было финансирования, и в следующем году мы надеемся, что все-таки найдем спонсоров на этот фестиваль, праздник персиков. Розказала Инна Цуркан и про то, что за 2016 рік районный отдел культуры принимал активную участь у різноманитных фестивалях. Самый большой фестиваль – это детского творчества, которое мы провели на Затоке. Это «Свежий ветер», он из года в год проходит. В этом году принимали участие тоже коллективы с Польши, Молдавии приезжали. У нас сотрудничество непосредственно с Министерством культуры Молдавии приезжало замминистра к нам на фестиваль. Мы надеемся, что в следующем году приезжает больше коллективов, мы ждем Болгарию, коллективы уезжали в этом году наши на фестиваль. В следующем году мы ждем обратно к нам гостей из Болгарии, из Польши, Болгарии и Германии. Коллектив «Басарабский суведнир» собирается у Испанию, как-то кажуть, по обміну досвідом. А поэтому влада Белгороднестровского района сподівается, что в следующем году на фестивале «Свежий ветер» выступатимут и юные испанские таланти. Олена Малыйван, Анатолий Лукенчук, Басарабия ТВ. Безмаїрском погранотряде произошло долгожданное событие. Утром 6 октября первая часть личного состава, призванного во время шестой волны мобилизации, отправилась домой. 120 человек – лучших из лучших. По военной традиции их демобилизировали в первую очередь. Некоторые из них остались служить по контракту. Среди уволенного персонала есть и те, кто выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. На торжественном построении командование отряда поблагодарило бойцов за службу. Многим из них вручили ведомственные награды. Традиционно ко дню пожилого человека проходит немало торжеств. Как правило, это сопровождается вручением продовольственных наборов или проведением праздничного чаепития. В Измаиле совсем иначе подходит к этому празднику. 5 октября в придунайском филиале межрегиональной академии управления персоналом стартовал очередной обучающий курс для людей мудрого возраста. За 4 года проект «Университет третьего поколения Придунавья» охватил около 500 пенсионеров, которые прошли обучение на факультете компьютерной грамотности и продолжают посещать другие интересные курсы. Наше учебное заведение, оно такое экспериментально-инновационное. То есть у нас обучаются и бакалавры, и специалисты, и магистры. И вот уже в течение последних трех лет мы открыли такое направление, благодаря поддержке наших общественных организаций, как университет третьего поколения. Это новый проект, который стартовал в Украине. Вообще это проект европейский. И в Европе, насколько вы знаете, люди получают новые знания, навыки, которые диктуют им жизнь. Такие проекты в Европе являются приоритетными, так как они решают вопросы социальной адаптации людей старшего поколения, дарят им возможность оставаться активными и востребованными в обществе. И, конечно, без должного финансирования они не могут существовать. Университет третьего поколения Придунавья поддерживают измаильские предприниматели, а городская власть пока остается в стороне. Технологии двигаются. И для того, чтобы понимать своих детей и внуков, понимать вообще, как развивается общество, необходимо владеть этими технологиями, уметь пользоваться информацией. Я желаю вам успехов. Не останавливайтесь на курсах, двигайтесь дальше. Вам дадут основы, которые вам позволят, сейчас у нас очень доступно, при желании развиваться, изучать, познавать, общаться без ограничений. Потому что действительно вы получите возможность общения без ограничений. Не взирая границы, не взирая на возраст, не взирая на религиозные убеждения и так далее. То есть с любым человеком, в любом конце света вы можете пообщаться, дружить, помениваться фотографиями и жить полноценной жизнью. После окончания курса все выпускники общаются в социальных сетях. Это позволяет им всегда поддерживать связь, встречаться, не забывать друг о друге. И количество новых слушателей факультета компьютерной грамотности увеличивается с каждым новым набором. Пришла сюда потому, что, во-первых, я когда встретилась, первый раз пришла к вам, почувствовала такую теплоту, такое добродушие. В общем, люди моего возраста все-таки ищут такого общения. Пришла сюда на курс пополнить свои знания для работы в персональном компьютере. В свое время на работе приходилось пользоваться. Это была определенная узкая программа. Сейчас время требует более широких. И фотографии разместить, и какую-то почту почитать, и ответить что-то. Поэтому есть необходимость такая. Приезжают дети, они, конечно, помогают, но хочется общения в среде своих сверстников. Желание учиться на протяжении всей жизни сохраняется у активных и жизнерадостных измальчан. Они не умеют жаловаться на жизнь, а просто идут вперед в ногу со времени. И четко видят цель, и знают, как ее достичь. Вот я и как раз хочу получить знания общения со всем миром через интернет. Праздничное открытие нового курса обучения совпало с днем рождения Людмилы Бащенко, которая курирует студентов и занимается организацией учебы. В ее адрес звучали искренние поздравления, а сладкий подарок от одного из меценатов стал приятным сюрпризом для всех собравшихся. Двухмесячное обучение в рамках университет третьего возраста при Дунавье завершится в конце года конкурсом социальных проектов, которые будут готовить сами пенсионеры, вновь севшие за парты. Все лучшие проекты и людей, которые что-то сделали в этом проекте, мы запечатлели, и на сайте Бессарабия ТВ можно увидеть те проекты, которые остались и живут сегодня в городе Измаиле. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Обсерватория Одесского национального университета имени Мечникова отметила 145-летие. Как передают корреспонденты интернет-издания, трасса Е-95 по случаю юбилея организовали выставку метеоритов и астрономических артефактов 19-20 веков, а также открыли двери для всех желающих. Помимо исследовательских задач, Одесская обсерватория всегда решала и практически необходимые для города. В 2017 году астрономы надеются открыть планетарий, который будет давать цифровое изображение звездного неба. Диаметр купола достигает 7,5 метров и в нем смогут одновременно находиться около 60 человек. Мерцание свечей величественных храмов в отблесках вечного огня у памятника воину-освободителю, в сиянии неоновых витрин. Такой увидели столицу Придунавия журналисты местных СМИ, увлеченные искусством фотографии. «Измаил в свете вечерних огней» – так назвали свою фотовыставку в историко-краеведческом музее Придунавия, журналист издательского дома «Курьер» Снежана Стрепетова и фотокорреспондент сайта «Бессарабия.Информ» Владислав Дагер. Заместитель директора музея отметила, что во время работы представителям масс-медиа приходится много фотографировать. Но далеко не каждый в потоке ежедневной занятости найдет время, чтобы вглядеться в красоту окружающего мира и остановить мгновение. «Обратите внимание, что фотографии, которые здесь представлены, они отличаются от многих других фотографий, которые вы видели ранее. Фотографии объединены одной темой – темой «Вечерний Измаил». Столица Придунавия предстает перед зрителями в мерцании свечей храмов, в отблесках вечного огня у памятника воину-освободителю и сиянии неоновых витрин. Даже снег становится источником света, отражающим красоту зимнего Измаила. Снежана Стрепетова рассказала о том, как появлялись эти шедевры. Я считаю, что-то такое мистическое, когда уходит день с этой планеты навсегда. И вот эти краски, которые дарит нам ночь, которые мы можем наблюдать, они каждые сутки разные. Вот можно один и тот же объект запечатлеть, но он будет каждый вечер выглядеть иначе. Второй автор выставки Владислав Дагер рассказал об особенностях съемки ночного города. Фотографирую город и днем, и ночью. В основном я люблю фотографировать закаты. У меня очень много закатов. Здесь представлены три или четыре работы закатов. Ночью город по-своему красив. Сделано с оборудованием, все профессионально. Со штативом даже лазил по зданиям в городе. Ну, из там работ 150 я отобрал 19. Авторов работ с открытием выставки поздравили коллеги. Поэтесса и журналист Оксана Картельян. Представитель клуба «Панорама-360», фотохудожник Игорь Коц и другие ценители искусства. Меня, как и Федора Трофимовича, как и некоторых наших участников, интересует больше все-таки бумажная фотография. Поэтому любая выставка фотографий мне интересна. Она меня вдохновляет, тем более, что это член фото-клуба, тем, что фотоискусство, фототворчество, фотография в целом, она продолжает жить в нас. Веды вечернего города будут украшать стены белого зала особняка Тульчановых, в котором расположен музей до конца декабря этого года. Всех измаильчан и гостей столицы Придунавия приглашают познакомиться с работами мастеров фотосъемки. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бесарабия ТВ Как разнообразить досуг ребенка? Где найти интересную и полезную для его развития секцию или кружок? Это далеко не все вопросы, которые стоят на повестке дня у многих родителей. Елена Малаеван продолжит тему. Після закінчення уроків ці підлітки не поспешають додому, адже у них є чимало різноманітних занять у позашкільний час. На території четвертої школи Акерману працює чимало гуртків, куди з задоволенням приходять дітлахи. Зараз тут триває репетиція зразкового коллективу «Пірует». Важность посещения, я думаю, что понимает каждый. Во-первых, это физическое здоровье, это осанка, это фигура, это развитие физическое. С другой стороны, это общение, это воспитание, это дисциплина. Ну и третья сторона, мы пытаемся вывозить деток. Это разные фестивали, это разные конкурсы. Мы пытаемся развиваться, показывать наших деток и на других деток посмотреть. Плюс что-то новое увидят, другие города, экскурсии. Самі ж учасники коллективу задоволені, що є така можливість, не виходячи зі школи, займатися танцями у обладнаному примищенні. Я люблю сюда ходить. Мне нравится ходить, потому что подружки приходят, поэтому очень весело. А во-вторых, тут хорошо учат, тут всегда не бывает скучно. Мы делаем разную растяжку, мы любим танцевать, танцы разные учим. Школьная полька, там, например, еще матрешки, там разные куколки и все такое. Ну, я очень люблю сюда ходить. А ось у спортивной залы занимаются джури, молодши козаки. У рамках патріотичного векования молодого поколения по всей территории Украины проходить гра джура. И у четвертой школы тоже виховывают козачат. Дети имеют возможность узнать очень много. Это и историю козацтва, это и все, что касается огневой подготовки, оружия, гранат, боеприпасов. Мы занимаемся и физической подготовкой, строевой подготовкой, основами медицинских знаний, основами туризма. Я думаю, что это пригодится всегда, там, может быть, не на войне, не в армии, но для защиты своей семьи, своей мамы, родины, своего двора, своей улицы и так далее, своей девушкой, в конце концов. Відвідуючи гурток паперова пластика, дитлахи займаються загально доступним та відносно недорогим матеріалом – папером. З нього вони майструють різноманітні прикраси, а потім приймають участь у конкурсах серед навчальних закладів Акерману. Работа получается очень интересной. Мы стараемся подбирать различные виды работ с бумагой, такие как вырезание, плетение, оригами, квилин, то есть все, что только возможно сделать из бумаги. Это в первую очередь научить детей основам композиции, различным приемам стилизации, конструированию как плоских форм, так и объемных каких-то объектов. Я думаю, что развитие пространственного мышления, которое они получат в процессе занятия на круге, а также работа с какими-то мелкими деталями, которые будут развивать мелкую пластику, их ручек, а соответственно и полушария головного мозга. Это все, конечно, влияет на развитие их творческого мышления. А ось у цьому кабинеті кипить робота. Тут працюють вихованці гуртку, початкове моделювання. Эта работа его дает результаты школы и очень доволені дети. Я еще никогда не видела, чтобы у него не пришли дети, чтобы было один-два учени. У него полный кабинет. Дети очень зацикавлены этим гуртком, им очень понравится. И он постоянно тут. Учени до него приходят. Он даже напивает чаем, потому что занятия продолжаются 2 часа. И очень теплая атмосфера панует на этих занятиях. Ось таким чином юні-акерманцы проводят позаурочный час, занимающиеся в интересных и любимых гуртках. Художественная школа в Белгороднестровском. Она существует уже более 40 лет. И за это время из ее стен вышло немало известных мастеров кисти. О том, как раскрывают таланты, вам расскажет Наталья Чеботарь. Ежедневно нас учат передавать разные эффекты, разные состояния животных или делать форменными картины. Меня учат, как правильно подбирать тона, цвета, рисовать всякие формы и делать чертежи. Я хочу стать великим художником. И это моя цель. Живопись, графика, скульптура. Главное, что необходимо начинающему художнику сформировать основные навыки. Рисование – это не только способ самовыражения и самореализации. Это возможность показать мир другими глазами через пропорцию, игру света и тени, блики и отражения. Белгороднестровская художественная школа была открыта в 1974 году. Это специализованная школа эстетического воспитания. Мы готовим детей с 8 до 18 лет. То есть дети учатся таким предметом. Это рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств. Эта школа как красочная палитра, яркая и неповторимая в каждом из своих юных дарований. Сюда приходят научиться рисовать и навсегда влюбляются в искусство. Все это огромная заслуга преподавателей. Благодаря нашим преподавателям мы с нашими детками участвуем в выставках всевозможных. То есть это и областные выставки, и городские, в международных конкурсах областных, городских, всеукраинских. У нас есть призеры. Вот недавно была у нас выставка, вот сейчас она есть. И это был конкурс областной «Помним Эладу». У нас много призеров, не буду перечислить, сколько, очень много. Мы очень горды нашими учениками. Главным богатством своей школы педагоги считают приверженность традициям. Спустя 42 года существования из ее стен выпустили более 800 юных дарований. Сейчас у каждого из них свой путь. Для кого-то искусство было лишь хобби, но большинство не смогли представить будущее без холста и кисти в руках. Многие ученики стали, даже я училась в той же художественной школе, и еще три преподавателя тоже пришли в нашу школу и работаем. Много выпускников стали знаменитыми художниками. Это Зиновеева Полина, это наша выпускница, моя ученица, можно сказать. Вот, она, ну, может, многие знают имя ее, и много можно перечислить. Это и Горьковый Сергей, художник, я знаю, дизайнер и архитектор. Для преподавателей важно не просто научить основам рисунка или скульптуры. Их цель – привить детям любовь к искусству и культуре. И даже если ребенок впервые взял в руки карандаш или кисть, у него есть возможность из обыденного создать прекрасное. Ну, школа начальная. Понятно, что начальное художественное образование, без которого иногда среднеспециальное художественное заведение не принимают. Наши ученики всегда желанные и в сельхозтехнику приходят к нам, приглашают наших детей быть абитуриентами. И приглашают в архитектурно-строительный институт в Одессе, сейчас не знаю, как он называется. И другие заведения, которые как раз позволяют нашим детям легко приспособиться и найти, внедрить себя в эту профессию. Полет детской фантазии не имеет границ. А все потому, что учиться в художественной школе для ребят – сплошное удовольствие. Каждый день для них, как цветы радуги, яркие и неповторимые. Мне нравится учиться в этой школе, потому что мы много чего узнаем. И всегда мы тут хорошо относимся, рисуем красиво. Всегда берем образцы в этой школе, очень хорошо и в ней очень приятно учиться. Кем ты мечтаешь стать будущим? Ходажником. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Вот этим сюжетом мы завершим наш сегодняшний выпуск новостей. И встретимся с вами уже в понедельник, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!